Наталья Фриске Наталья Фриске Наталья Фриске Луна чувствовала себя в бассейне очень спокойно. Оказалось, что Кроха с рождения не боится воды. Теперь у Натальи грандиозные планы. Она надеется, что занятия грудничковым плаванием помогают ее дочери приготовиться к отпуску на море. Фриске отметила, что как только малышка станет взрослее, она намерена много с ней путешествовать. Ребенок довольный поел и вырубился. За все 30 минут даже не пискнула. Ей очень понравилось. Она дома в ванной постоянно плещется. А бассейн теперь новая любовь, рассказала сестра покойной Жанны Фриске, добавив, что сейчас наставник готовит Луну к тому, чтобы научиться нырять. Наталья Фриске чувствует себя гармонично в роли мамы. В первые недели после родов она рассказала, что малышка хорошо ест и спит и дает ей время на отдых и восстановление. Спокойный режим позволил артистке заняться собой. Наталья отметила, что набранный за беременность вес постепенно уходит, и она смогла сбросить 13 килограммов. Однако спустя месяц после родов Фриске впервые пожаловалась на бессонную ночь из-за капризов новорожденной дочери. Малышка много плакала и отказывалась спать в кроватке. Несмотря на то, что Наталья планировала скрывать биологического отца своей дочери, СМИ все же выяснили, что Фриске родила дочь от парикмахера Александра Титова. Мужчина с букетом цветов появился на выписке Натальи из роддома. Позже отец Натальи рассказал о бывшем избраннике дочери в программе «Звезды сошлись» на телеканале НТВ. Владимир Фриске отметил, что Александр Титов ему понравился, и он не исключает того, что его дочь сможет создать семью с ним. Владимир признался, что не знает, что именно стало причиной расставания Натальи и Александра, однако отметил, что его дочь очень эмоциональна и могла расстаться с Титовым только до момента родов. Сама Наталья отмечала, что живет с Крохой вдвоем в квартире и иногда приходит в гости к родителям. Фриске подчеркивал, что не замужем, и об отце дочери говорить не намеренно. Продолжение следует...